В сегодняшнем видео мы расскажем о нарушении прав в Таджикистане. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, как нарушаются права женщин. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале, а также подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Быть таджичкой – это гордо, ведь по мнению многих, это самые трудолюбивые, самые покорные, самые верные, самые сильные женщины Востока. Ведь таджикская мать будет защищать своего ребенка, даже если он неправ. Таджикская девушка хранит верность своему избраннику, игнорируя остальных. Таджикская жена будет заботиться о мужчине, потому что любит его и своих детей. Таджикские женщины – самые лучшие женщины в мире, потому что они истинные хранительницы домашнего очага. Но быть таджичкой также и очень сложно, ведь семья в Таджикистане практически полностью держится на женщинах. Таких их воспитывают строгие матери и бескомпромиссные традиции. А еще не всем понятные запреты, о которых сами девочки в курсе со дня появления на свет. Но вот еще в чем проблема. Женщинам Таджикистана не стоит выдвигать свои кандидатуры на президентские выборы в 2020 году. Твое заявление сделала 13 февраля глава ОРД Гордела Госкомитета по делам женщин и семьи в республике Махбуба Азимова. Она призвала женщин быть благодарными нынешнему президенту, а не бросать ему вызов, пишет Азоди. Не считаете ли вы подобные высказываниями, нарушением прав женщин? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Чиновница прямо спросила, чего не хватает женщинам. Напомнила она и о том, что Эмам Али Рахмон был избран всенародно. Он остается единственным достойным лидером страны. Зачем составлять ему конкуренцию? Оскорблением женщины президента назвала правозащитница Айнахил Бабаназарова. Слова Азимовой. Она подчеркнула, что Конституция не ограничивает участие в выборах по половому признаку, а ведь президент Таджикистана является гарантом Конституции. Бывший член Народного фронта Таджикистана Куватали Муродов также не согласен со словами чиновницы. По его мнению, таджийские женщины способны на многое. В стране могут быть свои Индира Ганди или Бензонир Бхуто. Таджикистан уже не живет под древнейшим правилом. Он развивается в ногу со временем, потому женщина по правам становится рядом с мужчиной. Почему подобные запреты отчасти абсурдны? Вы согласны с нами? Как вы относитесь к традициям, связанные с девушкам? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. Субтитры сделал DimaTorzok